Привет, Даша! Я вышла в очередную работу и спешу ею похвастаться. Это работа крестиком, только крестиком, никаких французских узелков, бэкстичем, наслаждение. Выглядит она вот так. Итак, это Ганеша, он же Ганапати, индийский бог мудрости. Если я не ошибаюсь, он также покорительствует всем начинанием, вплоть до того, что когда мудрецы начинают какое-либо дело, они пишут его имя сначала, чтобы он ему покорительствовал это начинание. Как бы так вам показать? Свечи немножко, прошу прощения. Здесь 55 оттенков. Чуть я позже расскажу почему. Почему я сделала эту вышивку? Дело в том, что когда-то давным-давно, гуляя по Алиэкспрессу, я увидела такой новый вид творчества, как рисунок по номерам. Решила попробовать. У меня тогда было индийское настроение, поэтому я заказала изображение Таджимахала. Сказала, оформила, а так получается, что там, где висит у меня этот Таджимахал, стоит сундук, на котором гордо выседает тигр. Ну, такая сразу индийская атмосфера получается. Мне захотелось по две стороны от Таджимахала повесить изображение индийских божеств. Мои любимчики в индуизме это Ганеш, Лакшми, Дурга. Поэтому я решила, Ганеш мне будет висеть слева, а Лакшми справа от картины. Ну, вот я и начала. Схема мною сделана самостоятельно. Делала ее, по крайней мере, паттерн на Кирпром. Это была моя вторая авторская, можно сказать, схема. Первое я делала, когда захотела своей тетушке вышить в паттерн, к дню рождения. Что-нибудь в моей фантазии хватило только на надпись «Галина» красивым таким шрифтом. Вот. И это была моя вторая работа, сделанная самостоятельно по своей схеме. И первая работа, ну, именно вот я с лицом работала. Поэтому здесь очень много нередночных крестиков. Почему у меня 55 оттенков? На самом деле, хватило бы 30 с лишним. Ну, я хотела, там, 40. Дело в том, что я выяснил этого числа. Сейчас объясню, почему. Дело в том, что когда-то давно-давно я это прочитала, по-моему, это правда, что в Китае иероглиф означает как бы одновременно и четверку, и смерть. И поэтому в восточных странах избегают этого числа по возможности. Нет четвертого этажа в лифте, например. В больницах он заменяется на название отделения. Ну, и вообще не стараются его избегать, стараются избегать его и я. Потому что я читаю еще Алексеева, я не читала когда-то. И он тоже предвеждастся того мнения, что число 4, оно не очень хорошо заряжено. Каждые 40 лет в России происходит какие-то бедствия. В том числе Вторая мировая, она в 40-е же шла. Поэтому побоялась сделать 40 оттенков нитей и сделала 55. Мне нравится число 5. Оно не является моим любимым, но оно мне симпатичным. Поэтому я сделала 55 оттенков, за что, конечно, расплатилась. Потому что одиночных крестиков очень много. Вот почему я так долго вышивала эту работу. Друзья мои, 10 месяцев и 9 дней. Для меня это очень много, невероятно. Обылично, я в полгода укладываюсь. И причем, обратите внимание, здесь конва белая. Выше только сам Бог. А у меня есть стервоты, где я полностью всю конву зашивала. И это занимало у меня чуть ли не в два раза меньше времени, чем у Ганеши. Просто я тормоз какой-то в этот раз была. Вышивался, конечно, сложно. Это была третья попытка вышивки. В первый раз я не сама покупала конву, по моей просьбе приобретали ее для меня. И она оказалась совершенно неподходящей. Не та структура. В третий раз конву была приобретена меньшего размера, чем требовалось. Чем требовалось. Вот, я потом сидела, долго распарывала все это, чтобы в будущем она мне для другого проекта пригодилась. И только с третьего раза мне удалось нормально сделать эту вышивку. В чем причина? Здесь снова выступает работа моей суеверия. Дело в том, что когда начинаешь новую вышивку, принято загадывать на первое количество желания. И я загадывала, каждый раз я загадывала желание абсолютно неисполнимое. Но это вообще свойственно людям, когда не получается с чем-то справиться собственными силами. Мы начинаем надеяться на чудеса. Так было и в моем случае. Желание было абсолютно невыполнимое. Слово совсем. Но я его загадывала раз за разом. Ну вот почему, пожалуй, у меня возникали такие, то есть, это, ну, вылой. Мне как будто свыше кто-то говорил. Эй, естественно, вообще, что тут загадываешь-то? Вот. Ну, и, как ожидалось, желание, конечно, не было выполнено. Безусловно, крайне прискорбно. Тем не менее, работа была закончена. Я старалась попасть в, так сказать, в струю. Обычно, когда я вышиваю, я слушаю его подкасты, преимущественно исторического толка. Ну, либо смотрю фильм какой-то. И, когда я начинала вышивать гнишу, так вышло, что я начинала смотреть как раз сериал Ранма. Кто-то мне, кстати, на Ютьюбе советовала. Спасибо. И, когда я поняла, что вот, мне буквально час осталось вышивать до укачания проекта, я тоже включила индийский фильм. Это был Лаган, однажды в Индии. Когда я... И вы знаете, что я подумала? Следующая работа, которую я буду вышивать, это будет Макош. Славянская богиня судьбы и, между тем, еще и покорительница ткачества, вышивайшица. То есть, как раз то, что мне надо. Так как, как бы, мне симпатична славянская культура. Я сама славянка по происхождению. И я, как бы, вышиваю. Ну, и вообще, люблю рукоделие. И вяжу, и все такое. Поэтому мне, конечно, ее вышить непременно надо. Я подумала, а что мне... Что включать-то, когда я буду начинать вышивку? Какого-то настроения было, тему. Я не припомню, чтобы наши русские сняли приличный фильм, либо сериал про Русь дохристианского периода. Вот я так... Ну, то есть, там есть что-то такое, но качество, я бы не сказала, что оно на высоте. А может, мне просто вот так вот понаить ее в голову ничего не приходит. А вот если подзадуматься, поискать. В любом случае, если вы что-то такое знаете, пожалуйста, порекомендуйте. Я работаю еще, пока я не начала, потому что ко мне еще не пришла канва. Я ее заказала, но поздновато. Она придет только числа 15-го. Поэтому время еще есть. Пожалуйста, я буду очень ждать ваших советов. Ну, если не дождусь, если нет такого в природе, пока еще, я надеюсь. Придется включить какую-нибудь сказку советскую. Я не знаю. Мария искусница. На этом все. Пока-пока. Следующее видео будет уже о книгах.